В сегодняшнем отрывке Писание апостол Павел продолжает свое обращение к Римской Церкви. Павел не был тем, кто обходил сложные вопросы. И здесь он говорит о Божьем осуждении евреев, которые считали, что занимает преливигированное место, а также он говорит о язычниках. Это значит не евреи, то есть это большинство из нас. Павел хотел донести до них информацию о том, как Бог будет относиться к ним и судить их. Если перефаразировать, то Павел пишет, что наш Небесный Отец говорит евреям и язычникам. Я не буду судить вас одинаково, но это будет справедливый суд. Что значит Бог будет судить нас справедливо? Павел говорит, что кем бы мы ни были, евреями или язычниками, мы будем судимы Богом. Кстати, мы будем судимы независимо от уровня наших знаний о Боге и о Его законе. Бог все равно будет судить нас. Вы это уловили? Это не зависит от уровня наших знаний. Все люди – евреи, знающие Бога, язычники, знающие Бога, и язычники, не знающие Бога, будут судимы Богом. Каждую из этих групп Бог обещает судить справедливо. Все это серьезные слова. Но нам важно понять, чему Павел учит церковь в Риме и чему он учит нас. Сегодняшнее послание адресовано людям, которые утверждают, что следуют за Иисусом. Можно сказать, что это семейный разговор. Если вы пока не верите в Иисуса, то я рекомендую вам оставаться с нами. Так вы узнаете, что Бог ожидает от своих последователей. Вернемся к нашей теме. Каждый человек будет судим справедливо. Каждый будет судим справедливо. Но как это справедливо? Давайте посмотрим на 12 стих. «Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые над законом согрешили, по закону осудятся». Понимаю, что это может звучать странно, но мне нравится, как этот стих изложен в другом переводе, в простой и понятной форме. Там сказано, когда язычники грешат, они будут уничтожены, хотя у них никогда не было записанного закона Божьего. А евреи, у которых был закон Божий, будут судимы по этому закону, когда они будут исполнять его. Если коротко, то, зная мы закон Божий или не знаем, мы все равно будем судимы Богом. Возможно, вы думаете, я не понимаю, почему Бог будет судить евреев. Но как Он может судить язычников, которые никогда не слышали о законе? Как Он может судить людей, которые понятия не имеют, кто такой Бог или как Ему повиноваться? Прекрасный вопрос. И в следующих стихах этой главы Павел отвечает на него, 13 стих, «Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут». Павел говорит своим знающим еврейским слушателям, что их знания ничего им не дадут. Знать закон Божий прекрасно, но само по себе это знание не меняет их положение перед Богом и не готовит их к Его суду. Это также не меняет наше положение перед Богом и не готовит нас к Его суду. Информация о Боге не гарантирует нашу трансформацию или наше спасение. Павел говорит, что в расчет берется только послушание закону, но это вызывает множество вопросов. И два из них мы успеем разобрать сегодня. А что, если я не знаю закона? И во-вторых, нужно ли мне соблюдать закон, чтобы спастись или быть принятым Богом? Давайте перейдем к стихам 14 и 15, чтобы ответить на эти вопросы. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Когда Павел писал церкви в Риме, он считал, что весь мир делится на две группы. Одна группа — это евреи, которые получили закон прямо от Бога и записали его, чтобы любой мог прочесть. Вторая группа — это все остальные народы. У них не было этого записанного закона, но Бог вложил в них знание того, что хорошо, а что плохо. Понимаете, у евреев был закон, потому что от них ожидалось соблюдение закона, а все остальные народы имели внутри данное Богом знание о хорошем и плохом. И обе группы дадут отчет за то, что они знали. Обе группы будут отвечать перед Богом. Евреи не вправе требовать осуждения от суда, потому что они занимают особое место в плане Божьем. Им некуда не деться от ответа. Язычникам не уйти от ответа, лишь потому что они не получали закон. Так тоже ничего не получится. Евреи будут судимы, как люди, которые знали закон, а язычники будут судимы, как люди, сданные Богом совестью. Бог будет судить нас потому, что мы знаем, и по тем возможностям, которые были у нас, чтобы узнать о нем. Незнание не освобождает от ответственности. Нехватка информации — это не оправдание. Напоминаю, что Бог не будет судить всех нас одинаково, но Он будет судить нас справедливо. Бог не будет судить нас всех одинаково, но это будет справедливо. Это значит, что с любого еврея или любого человека с доступом к Божьему учению, но не практикующего это учение, будет куда больший спрос, чем с человека, имеющего минимальную информацию о Боге. но верно практикующего то, что он знает. Это новая реальность Царства Божьего, тайна единения евреев и язычников в одном теле. И еврейским верующим в Риме придется привыкать к этой новой реальности. Итак, если человек имеет большое количество знаний о Боге, то суд будет основываться на этих знаниях. А если человек мало что-то знает о Боге, то суд будет основываться на тех малых знаниях, что он имеет. Все мы знаем Божьи стандарты морали. Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Павел говорит, что даже у людей, которые не знают закон Божий, этот закон записан на сердце. Что это значит, в Римлянам 1.20 сказано, «Во всем, что было создано Богом, они ясно видят Его, видимые качества, Его вечную силу и божественную природу, потому что у них нет оправданий, чтобы не знать Бога». Иными словами, у каждого человека есть внутренний стандарт морали, и Он знает об этом. То есть все знают Божий стандарт морали. Все мы имеем внутреннее понимание, что хорошо, а что плохо, и мы получили его от Бога. У каждого человека есть совесть, внутренний компас. Например, вот почему мы расстраиваемся, когда стоим в длинной очереди в супермаркете и соблюдаем требуемую социальную дистанцию. Мы действительно стоим на нужном расстоянии, а кто-то становится перед нами, думая, что там просто никто не стоит. Нас это расстраивает, потому что мы думаем, что это неправильно. Зачем так поступать? Это наш внутренний компас говорит нам, что влезать без очереди — это плохо. Пример простой, но понятный. Но думаю, что большинство из нас сами не соответствуют своему стандарту морали. Бог более милостивый, чем мы с вами. Он судит нас не за то, что мы не знаем, а за все то, что мы знаем. Но не обманывайтесь, никому не избежать суда. Павел написал в 16 стихе, и это послание, которое я возвещаю, грядет день, когда Бог через Иисуса Христа будет судить тайную жизнь каждого человека. Подумайте об этом на минутку. Бог не судит наше поведение. Тут сказано, что Он будет судить наши мысли, наши отношения и наши секреты. Он будет судить то, что мы хотим скрыть от окружающих. Он не будет судить то, какие мы снаружи. Это пугает. Мы не можем подсластить такого рода проверку. Не знаю, как вас, но меня приводит в ужас мысль о том, что будет судима моя тайная жизнь. Я могу всеми силами скрывать свои тайны от людей. Я могу стараться вести себя правильно в различных ситуациях. Но Павел говорит нам, что все, что у нас внутри, все мысли, все эгоистичные идеи, будут судимы. Возможно, вы думаете, что я сгущаю краски, ведь Бог — это любовь. И Иисус пошел за нас на крест как проявление этой любви. Иисус общался с изгоями, чтобы показать, как сильно Он любит людей. И многие люди думают, что разговоры о Божьем суде слишком преувеличены. Я часто слышу, но не обманывайте себя популярными мнениями. Вам нужно проверить факты. Если что-то должно заставить нас проверять факты, так это этот безумный локдаун. Сейчас существует множество мнений о ковиде. Загуглите ковид, и через несколько секунд перед вами предстанут различные теории заговора. Проверка фактов важна как никогда. То же касается и нашей духовной жизни. Кажется, что сегодня мыслями людей управляют популярные идеи, а не факты. Люди говорят, это моя правда, так будто бы это универсальная тайна. Проблема в том, что моя правда может и не быть правдой, но есть объективная истина. Я могу отрицать ее, не соглашаться с ней, но она не изменится от моего мнения. Такова реальность. Но последователям Христа куда важнее иметь Божий взгляд на свою жизнь, чем следовать популярным тенденциям или теориям заговора, или говорить «я так чувствую». Нам нужно помнить, что Бог суверенный, и не забывать о вечности. На этом мире все не заканчивается, и мы, последователи Христа, живем не только ради будущего, но и из будущего. Понятно? Мы живем с сознанием того, что Бог обновит все, когда Его Царство придет в полноте славы. Мы живем не только для будущего, но и из будущего. Поэтому Божья истина нужна нам больше, чем наше мнение. Нам нужно согласовать нашу жизнь с Его реальностью, а для этого нужно жить так, как говорит Бог, а не популярные мнения. Но какое мнение имеет отношение к нашей теме? Живите по Божьим правилам, а не по своим. Не по своим, а по Божьим. Очень многие люди предпочитают жить по своим правилам, а не по Божьим. Они думают, что Бог будет судить их по их благим намерениям. А другие считают, что Бог примет в свое Царство всех, потому что Он есть любовь. Они не понимают, как любовь и суд могут идти вместе. У них это не сходится. Но любой родитель знает, что любовь и дисциплина — это принципы хорошего воспитания. Они всегда идут вместе. Но что сказал Иисус в Матвея 7,22 и 7,23? Иисус сказал, «Многие скажут Мне в тот день, «Господи, Господи, нет Твоего ли имени? Мы пророчествовали. И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Любопытно, не так ли? Иисус говорит о законе в одном из переводов сказано, «Люди, нарушающие закон». А здесь сказано, «делающие беззаконие». Эти люди делают то, что им хочется. Они живут за пределами закона. То есть, они не соблюдают законов. Это значит, что люди даже с серьезными духовными достижениями, пророчествами, исцелениями и чудесами не минуют суда. Люди, спорящие о правильных доктринах, указывающие на лжеучение, тоже будут судимы. Хотя они думали, что у них все хорошо. Почему? Потому что они положились на ложное чувство религиозной безопасности. Апостол Павел обращается с этим вопросом к римским евреям. Комментатор Библии Кент Хьюз подметил, что апостол Павел затрагивает шесть аспектов мнимой религиозной привилегированности евреев. Во-первых, они называют себя иудеями, а это значит, что они гордятся своим именем. Многие евреи, жившие в языческих городах, использовали это как свою фамилию. Например, я бы сказал Вилли Раймер, еврей, чтобы люди знали, кто я. Они полагались на то, что у них есть закон Тора, и это давало им уникальное положение перед Богом. Они считали, что у них особый статус лишь потому, что у них есть закон. В-третьих, они хвастались своим отношением с Богом. Хвастаться Богом это хорошо, а хвастаться тем, что вы любимчик Бога это плохо. Но они это делали. В-четвертых, они гордились тем, что знали волю Божью благодаря десяти заповедям и Писанию. В-пятых, они гордились тем, что у них были высокие моральные принципы. Они считали себя выше невежественных язычников. В-шестых, они были научены законом. Поскольку они знали закон, то считали, занимает более высокое моральное и духовное положение. И все это лишь из-за того, что они знали закон. Эти шесть заповедей евреи считали своими привилегиями, но затем превратили их в повод для гордости и надменности над теологически невежественными язычниками. Павел понимал чувства евреев. Вспомните, кем был Павел до того, как стать последователем Христа. Он принадлежал группе, которая особо рьяно защищала свое еврейское наследие. Он гордился тем, что знает закон и соблюдает его. Он жил законом, дышал им и черпал уверенность из него. Вот кем был Павел, но он понял, что все это заслепило ему глаза перед Евангелием Иисуса Христа, и поэтому он подлежал осуждению. Это было предупреждение и упрек для христиан-евреев из Рима, но это также предупреждение для тех из нас, кто следует за Иисусом годами. У нас более высокие моральные позиции, и, возможно, мы не очень высокого мнения тех, кто не знает Библию так хорошо, как мы. Друзья, мы запросто можем стать такими, как евреи, и не видеть нашей духовной реальности. Не позволяйте вашей религии ослепить вас. Павел писал о том, как такое отношение отражается на повседневной жизни. 19 стих «И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец видения и истины». Самоправедные евреи убедили себя в том, что они лучше, чем представители других народов. Они считали себя проводниками для слепых и светом для тех, кто во тьме. Так сказано в 19 стихе «Нет более слепого человека, чем тот, кто уверен, что он все видит, а особенно если он думает, что видит лучше других». Любопытно, что самые строгие слова Иисуса были обращены к фарисеям, евреям, знавшим закон очень хорошо. В Матвее 23 он назвал их «слепыми поводырями». Получается, что Павел использует слова Иисуса «Вместо того, чтобы общаться с людьми, не знающими Бога, евреи отдалились от других культур и возродились. Их гордость привела к чувству собственного превосходства и учению с позиции людей на пьедестале». Павел порицает их очень сильно словами. Язычники ощущали превосходство евреев, и это обижало их. Говорят, что в Александрии евреи поклялись никогда не проявлять доброту к язычникам. Привилегии евреев, которые должны были произвести в них смирение и сострадание, произвели в них надменность и эгоизм без любви. Мы живем в мире, где все указывают на свои какие-то привилегии. Но мы, последователи Христа, не должны заявлять о своей привилегированности. Мы не должны заявлять о том, что мы лучше других, что Бог любит и прощает нас больше других. Нет ничего отвратительнее, чем когда церковь Иисуса Христа заявляет о своем моральном превосходстве или когда последователь Христа заявляет о своих знаниях самоправедностью и эгоизмом. Время покажет, насколько мы обманываемся. С такими людьми Иисус говорил наиболее строго. Он никогда не стеснялся рассказывать им свое мнение о их поведении. Наше поведение подтверждает или отрицает наши слова. Это то же самое, что сказать, как сильно я горжусь своим смирением. Это глупо. Когда мы, последователи Христа, думаем или ведем себя так, будто бы мы лучше других, мы придаем благодать Божью, которая была проявлена к нам. Наши знания Божьего Слова и наши отношения с Богом никогда не должны отражаться в надменности, превосходстве или самонадеянности. Так мы подвергаем наши души опасности и нарываемся на суд Божий за такое плохое проявление его в мире. Павел призывает гордых учителей посмотреть на свою жизнь. 21 Стих «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя, не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога?» Комментаторы говорят, что во времена Иисуса это было обычным делом, когда учителя закона сами нарушали свое учение, когда вели с кем-то бизнес. Они находили пути, как обойти закон ради собственной выгоды. Они были известны как лицемеры. Павел говорит, если хотите учить чему-то, то нужно и жить так. Это относится и к нам с вами. Если мы учим этому или говорим, что мы так верим, то мы должны и жить так. Мы живем не только так, как нам удобно. Мы не отказываемся от своих верований, потому что придерживаться их слишком дорого. Когда я учился в университете, то подрабатывал в магазине, где продавались мотоциклы, лодки, снегоходы и многие другие веселые вещи. Один из моих коллег был последователем Христа. Он очень много говорил о своей вере, но в то же самое время относился к нашим клиенткам как к сексуальным объектам. Другие работники, которые не были христианами, часто комментировали его похотливое поведение. Можете представить, как его поведение мешало нам, другим последователям Христа, рассказывать о любви и истине Иисуса другим нашим коллегам. Его пример говорил громче, чем наш. когда он уволился из магазина, произошло еще кое-что. Хозяин магазина тоже был христианином и через несколько лет его обвинили в мошенничестве. Благодаря его действиям, все последователи этой индустрии изменили подход к инвентаризации своих товаров. То, как живет христианин, очень важно. Эти события из моей жизни стали причиной того, почему я так ревностно отношусь к нашим мероприятиям вне церкви. И я считаю, что мы должны перестать делить нашу жизнь на церковную и вне церкви и интегрировать нашу веру во все сферы нашей жизни, особенно в наш бизнес и повседневную жизнь. Послушайте, что говорит Павел в 24 стихе. «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников». Ой-ой, какие тяжелые слова. Какое сильное порицание христиан и верующих иудеев. Дух Святой влечет людей к Богу, но именно люди, Божьи, являются примером для мира в том, что значит быть последователем Бога. Мы Божьи билборды. Мы его самая мощная реклама в социальных сетях. Сами выбирайте метафору, которая вам нравится больше. Если мы сфокусируемся на том, чтобы поступать правильно, говорить правильно и говорить другим, когда они поступают неправильно, то мы все равно будем судимы Богом. За последние годы было много христианских лидеров, которые учили в сексуальном грехе. Это оказало огромное влияние на тех, кто следовал за ними. А также это нанесло огромный вред репутации Бога. Нарушение этого доверия сулит серьезные последствия для этих лидеров и для тех, кому принесли духовный вред их действия. В Евангелии от Луки Иисус строго порицает тех, кто подталкивает других к греху. Он говорит, что такому человеку лучше повесить себе на шею жернова, чем сбить с пути одного из тех, кто пришел к вере в Бога. Если вы плохо представляете Иисуса, то я призываю вас остановиться прямо сейчас, попросить у Иисуса прощения, исповедуйте Ему свой грех, исправьте свои отношения с Иисусом, а потом и с теми людьми, которых вы ранили или сбили с пути. Не продолжайте жить двойной жизнью. Если вы продолжаете так жить, ждет суд Божий, не будьте ослеплены своей религией, живите свободно в Иисусе. Все мы иногда ошибаемся. Я сам иногда являюсь плохим представителем Бога. Я благодарен Ему за прощение. Если вы внимательно следили за моей проповедью, то знаете, что я ответил только на первый вопрос из двух. Он самый важный. Звучит он так. А что если я не знаю закона? Второй вопрос звучит так. Нужно ли мне исполнять закон, чтобы быть спасенным или принятым Богом? Иными словами, нужно ли мне работать над тем, чтобы прийти к Богу? У меня есть для вас хорошая и плохая новость. Вначале плохая. В Римлянам 3.20 сказано, что мы не можем заработать наш приход к Богу. Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Иными словами, дела не приближают нас к Богу, и вы никогда не сможете идеально исполнить закон. Поэтому это плохая новость. Но пока вы не начали паниковать, хочу напомнить вам, что Павел сказал в Римлянам 3.21 и 3.22 Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, которой засвидетельствуют закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. То есть единственный путь к Богу для евреев и язычников это вера в Иисуса и принятие прощения грехов благодаря его смерти и воскресению. Это хорошая новость. Он заплатил цену за наши грехи. Своим прощением он убрал ваш позор. Он одержал победу над злом. Бог принял нас в свою семью и дал нам свою идентичность, когда мы поверили в Иисуса. Не переходите к религии добрых дел. Пожалуйста, мы делаем добрые дела не для того, чтобы Бог спас нас. Мы делаем их, потому что Он спас наша реакция на Божью любовь и благодать. Это наш ответ тому, кто так много сделал для нас. А если вы еще не следуете за Иисусом, то знаете, что Бог будет судить не только последователей Иисуса, но и вас тоже. Осознайте, что вам просто нужно принять прощение Иисуса и Божью благодать. 1 Иоанна 1.9 сказано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот так все просто. Попросите Иисуса простить вас, примите Его прощение и следуйте за Ним как часть Его семьи.